Итак, мы зачастую хотим поменять свою жизнь или какую-то ее часть, но не предпринимаем для этого никаких активных действий. Мы только продолжаем об этом думать. Действие кажется трудным или опасным. Так думает наш мозг или таким образом оберегает нас от потенциальной опасности. Чем больше мы об этом думаем, тем большую опасность видит мозг. А ведь чаще всего это какой-то совсем маленький шаг. Как, например, высказаться на рабочем собрании, или попросить повышения, или решиться пойти навстречу выпускников, или подойти к интересующему вас человеку, или пойти в спортзал, или сказать «нет». Причиной того, что нам так трудно сделать шаг, ученые считают петлю привычки. Мы так часто что-то не делаем, что мозг к этому просто привык. С этим же столкнулась Мэл Робинс, когда пыталась пораньше вставать с кровати, чтобы начать свой день и успеть больше. В один прекрасный день она увидела рекламу по телевизору. Проводился запуск ракеты. Обратный отчет. Пять, четыре, три, два, один. Пуск. Эта мысль настолько запала Мэл в душу, что на следующее же утро она решила, что точно так же, как и в случае с ракетой, она запустит себя из кровати по звонку будильника. Без всякой возможности еще подремать. Вот такая, совершенно дурацкая, как может показаться на первый взгляд идея, но абсолютно революционная. Сомнения, страхи, негативные эмоции, которые мы испытываем, это всего лишь привычки, вредные привычки. И чтобы от этих вредных привычек избавиться, нужно изменить модель поведения. Обратный отчет правила 5-second rule меняет эту модель. В психологии это называется стартовым ритуалом. Чем чаще вы практикуете правила, тем быстрее перепрограммируется ваш мозг. Новые решения ведут к новой жизни. Звонок будильника посылает организму сигнал, и первая же его реакция совершенно инстинктивна – вставать. Новое исследование Университета Аризоны в сотрудничестве со школами Корнелл и Дьюк утверждает, что существует сильная связь между мозгом и инстинктом действовать. Когда вы ставите себе цель, мозг фиксирует ее в своем списке дел. Каждый раз, когда вы оказываетесь рядом с чем-то, что может вас приблизить к достижению этой цели, мозг посылает инстинктам сигнал действовать. Скажем, вы поставили себе цель заняться здоровьем. Если вы заходите в кабинет или спальню, то ничего не происходит. Стоит вам только пройти мимо спортзала, сразу же появляются мысли, что неплохо бы и потренироваться. Это мысли, приближающие вас к цели. Ваши же инстинкты напоминают вам о ней. В том, что касается мечты, целей, изменений в жизни, ваш внутренний голос гениален. Внутренние импульсы, инстинкты, позывы к действию – все они проводники к вашей цели. Важно научиться их услышать, довериться им и сделать первый шаг – в течение пяти секунд. Именно столько времени отделяют нас от первоначального импульса к действию до попытки нашего же мозга нас остановить. Многие известные нам изобретения появились именно благодаря инстинктам. В 1992 году менеджер кофейни «Старбакс» в Санта-Монике анализировал продажи кофе и заметил корреляцию между жаркой погодой и спадом продаж. Последовав своим инстинктам, он взял блендер, размельчил лед, смешал его с кофе и дал попробовать вице-президенту сети. Так появился знакомый нам холодный кофейный напиток «Фраппучино». В 1954 году психолог Джулиан Роттер придумал термин «локус контроля». Его смысл в том, что чем больше вы верите в то, что контролируете свою жизнь, тем счастливее и успешнее становитесь. Единственное, что может повлиять на этот контроль, это импульс к действию. Забудьте про мотивацию. Когда вам нужно заставить себя сделать первый шаг, вы вряд ли почувствуете себя суперзамотивированным на совершение действия. Скорее, наоборот. Вы вообще ничего не будете хотеть делать. В этот момент нужно что-то, что заставит вас придать себе ускорение. Этот самый импульс к действию. Любой человек способен контролировать свою жизнь. Пять секунд за раз. Каждый раз, используя правило 5 Second Roll, вы будете чувствовать решимость, уверенность в себе, гордость и чувство контроля. Правило не поможет вам облегчить цель. Оно поможет сделать эту цель реальной. Нашу жизнь определяют не глобальные изменения, а маленькие шаги, которые мы делаем каждый день. Итак, правило 5 Second Roll – это инструмент, который помогает нам обмануть собственный мозг, чтобы достичь цели. Почему все-таки обратный отчет и почему правило работает? Во-первых, счет – это уже действие. Именно физическое действие меняет сознание. Встать с кровати, подойти и заговорить с человеком, задать вопрос и так далее. Во-вторых, обратный отчет отвлекает мозг от естественных сомнений и переживаний, помогает сосредоточиться на том, что нужно сделать прямо сейчас для достижения цели. В-третьих, в прямом направлении мы можем считать бесконечно. Обратный же отчет подразумевает финальную точку, после которой мы начнем действовать. Без вариантов. Продолжение следует...